Но что за программа у кандидата Зеленского? Во всяком случае, заняться экономикой страны, остановить войну, наладить диалог с Россией, образование, медицина, борьба с коррупцией, забота об экологии, про вступление в НАТО осторожно, лишь через референдум. Зеленскому 41 год, без вредных привычек, по образованию юрист. Семья, двое детей, уроженец Кривого Рога. Отец, профессор математик, мать пенсионерка, всю жизнь работала инженером. Важная личностная характеристика. Владимир Зеленский, в отличие от Порошенко, не эгоцентричен и поэтому способен к самоиронии. Как-то в одной из мизансцен Владимир Зеленский, вроде как, тестируя своего дублера на понимание оригинала, спросил у него, моя любимая поза в сексе? Ответ был принят как верный. Миссионерская, потому что вы любите помогать людям. Больше о Зеленской мы узнаем в ближайшие две недели. Ему только предстоит сформировать свою команду, уточнить приоритеты и уже серьезно осмыслить и сформулировать национальные интересы Украины. Аванс, который дает ему пока украинский избиратель, очень большой. Армия, она очень лояльно к нему относится. Он очень популярный, вообще в целом среди людей очень популярный. И я думаю, что люди голосовали больше за его образ артистический. Действительно такой глубокий артист, который сыграл множество политиков, впитал в себя множество различных мыслеформ, смыслов. Очень объемная такая фигура. И я думаю, что сегодня голосуя за Зеленского, голосует именно за эту его многогранность. Это очень молодая команда. Финомен Зеленского заключается в усталости народа Украины от безумной власти Порошенко, который, опираясь на свои вера, вера, мова, армия, вера, язык, армия, на вот эту средневековую триаду идеологическую, пытается, в общем-то, продвигать себя как такой строитель национального государства. Может быть, если оценивать его как строителя украинского национального государства, можно его и положительно оценить, но мы не приемлем. И нам не нужно создание украинского национального государства. Это вражеский проект для России. Украина – это Россия, украинцы – это русские. Когда-то были русскими. То есть это для нас враждебный политический проект. Он, в общем-то, враг. И народ Украины, естественно, устал. Особенно, посмотрите, как Юго-Восток голосовал за Зеленского. И, в общем-то, конечно, это было непредсказуемо, никто не думал. Но это явно выраженная форма электорального протеста, такого массового, которая выразилась в поддержке кандидата не из элиты. В начале избирательной кампании ему задавали вопрос о том, как он будет решать конфликт на Донбассе. Он ответил только мирным путем и только путем переговоров. Если надо, я поеду в Россию к Путину и буду договариваться. Ну, его начали клевать. И он всю остальную избирательную кампанию, в общем, тактично и технично избегал этого вопроса. Ну, в победе Зеленского во втором туре у меня нет никаких сомнений. Я думаю, это случится 100%. И вопрос Донбасса, он стоит у него наиважнейшим в поездке дня. Признать нашу независимость и прописать в Конституции наши права. Следовательно, это будет конфедерация. Ну, по сути, независимость. А в украинской Конституции будут прописаны конфедеративные начала. Полная бюджетная автономия, полная политическая автономия. Поэтому защитить свою победу он сможет. Клоун не клоун, но он победил. Зеленский одержит убедительную победу 60 на 40, а может быть 70 на 30. А такой результат сфальсифицировать невозможно. Тем более, я уверен, что за Зеленским действительно стоит часть системной элиты. Поэтому у него найдутся ресурсы и возможности, силовые в том числе, чтобы защитить свою победу.